Ну, давайте глянем, что у нас за гимн. Это следующий гимн, тоже Сомогут и Бхаргава. Он кратенький, и он из Гаэтри состоит. А Гаэтри — это у нас такой ритм трижды восемь. Если оно штук — это четырежды восемь, то есть четыре строчки по восемь слогов, то Гаэтри всего лишь три строки. То есть ритм такой. Татататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат ударение всегда на втором слоге то есть так можно прочитать если читать без удаления и мам и мамы огни сами дам им мам упаса дамбан их има ушу шуды и герах ударение корректирует эту вещь и получается такое соединение ударение и ритма и мамы агны сами дам имам упаса дамбаны их има ушу шуды и герах вот я добавил сюда морфологическое ударение и получается такая вот композиция но давайте прочитаем этот гимн очень кратенький всего восемь гай 3 может мы сегодня закончили имам не агны сами дам имам упаса дамбан их има ушу шуды и герах а я те агны видема урджо напад ашвам иште ина суктена суджата тамтвагирбхих гирвана сам дравинасиум дравинодах сапарьема сапарьявах сабодхи и сурих магхава васупате васудаван юйодхи асмад двешанси сано врештим дивас пари сано ваджам анарванам санах сахасархинаих ишах илана я а вас я ве я вишта дутаногира я джишта хотор ага и антархи агна и я се видван джанма джанмобхаякаве дуто джаннева митрихах савидван а ча пипраях якшичекитва аншак а часмин сатси бархеши ну вот впервые имам не агни сами дам имам упасадам ванэх има ушу штудхегирах у огонь огни ты возрадуешься да возрадуешься ты топливу имам сами дам ванэх ванэх да возрадуешься который я приношу тебе то есть моему топливу моему возжиганию сам это топливо сам и до корень возжигать воспламенять а сам совершенно абсолютно моему полному так сказать возгоранию да возрадуешься ты как которые я приношу тебе то возрадуешься ты моей жертвенной раздачи упасадам имам упасадам это собственно говоря дословно приближению к тебе переводится иногда жертвенная раздача или служба упасад отсюда есть такие упанишад например слова упани сад то есть сидеть возле рядом близко то есть установлению рядом приближение да возрадуешься ты моему приближению моему полному возгоранию има ушу шрудхи герах слушай вслушивайся внимательно в мои слова и маги рах мои эти слова шрудхи слушай шу су внимательно совершенно внимай моим словам или может быть здесь молитвам то есть и это первое первые призывы огня или зонков переводят мы эти мои дрова у огни это служба пусть понравится тебе эти песни слушай хорошенько хорошенько это хорошая хорошенько слушайте второй стих аяты агни видейма урджонапад ашвамишты и насукты насуджата огонь агни которому дано совершенное рождение судя то дитя энергии судя то дитя энергии урджонапад то есть напад это сможет быть даже дитя или даже оффспринг то что называется по рождением энергии или даже иногда используется в смысле ну да сын по рождении которому дано совершенное рождение дитя энергии так переводишь любин до урджонапад приводящий в движение коня аж вам ишь ты тоже интересно что переводит ишь ты как приводящий в движение хотя это от корня ишь желающий ищущий или может быть ишь ты от жертву вот это желание поиск и жертва связанные с идеей вот привести в движение то есть все остальное если мы его не ищем не желаем и не приносим жертву она становится каким-то неподвижным для нас мы хотели бы почтить тебя этим возлиянием и на сугтена и на сугтена мы хотели бы почтить тебя этим словом или этой молитвой сугта это суукта хорошо сказано или гимн этим гимном мы хотели тебя почтить хорошо произнесенным хорошо произнесенным что именно добавляет суукта хорошо произнесенным словом ну вот если дословно то так получается этим тебе о агни мы хотим почтить или с помощью этого еще не сказано чем эти мы хотим тебя почтить о сенс сын силы о так сказать приводящий в движение витальную мощь этой этим гимном он прекрасно рожденный или совершенно рожденный вот мы чувствуем что в гаэтре не хватает слов да очень такое она как бы краткая все излагает идею то есть три строчки по восемь слогов этого как бы недостаточно чтобы вы полностью как бы выразить видение она как бы просто указывает на какие-то моменты или оживляет какие-то символы и все то есть в принципе можно только призвать огонь гаэтре и каким-то странным образом гаэтре считается одной из самых сильных в ригведе стихотворных форм то есть она почитается как чуть ли не божественное воплощение может потому что она действительно так там в ней нужно так емко и точно выразить свое отношение к тому что происходит то есть если это идет призыв то нужно призвать именно то что работает никаких добавочных идей не дает мы это чувствуем ужасно два стиха идет просто такой очень точный призыв вон штук или там три штук или джагат и можно увидеть намного больше а здесь просто нет места и времени для этого в этом в конце прочитаем весь пассаж чтобы увидеть как оно все связано в этом призыве для ариши это очень важно упомянуть вот эти вот основные символы этим словом совершенным мы хотим тебя почтить у сын силы о отыскиватель или приводящий в движение витальную мощь о прекрасно рожденный тамтва гербих гербанасам дровинасюм дровинаудах сапарьяма сапарьявах снова идет очень краткое какое-то емкое изложение словами нашими мы хотели бы служить твоей радости обретаемой обретаемой в слове о податель сокровища мы хотели бы служить искателю сокровища позволь нам служить тебе всем чье желание служить тебе и позволь нам служить тебе всем чье желание служить тебе и наверняка переводит тебе и такого любящего песни песнями стремящегося к богатству удающий богатство мы склонны к уважению тебя такого любящего песни песнями стремящегося к богатству удающий богатство мы хотим уважить мы склонны к уважению очень такая сложная форма перевода давайте разберем по словам кстати со скрипки текста много проще этих сложных переводов там два гербих тебя такого так сказать словами или голосом или голосами гирвана сам того кто находит радость в голосе дровина с юм того кто ищет дровина богатство дровинодах того кто дает богатство сапарь ема да почтим мы сапарьявах те которые почитают вот это ведийский корень сапарьяти который используется как правило только в ригведе довольно сложный и непонятный многосложный корень который очень в принципе является очень редким явлением в санскрите как правило в санскрите все корни односложные а здесь многосложный сапарья три слова луга непонятно как он составился похоже на то что может быть это вместе с наполнением то есть с наполнением вот так можно этимологически перевести или следуя наполнению или что-то в этом роде мы которые ищем так сказать наполнение или полноты да исполни да будем исполнены этой полноты вот что-то как-то переводится оно как служение как молитва как почитание все эти формы служение молитва почитание а по существу это исполнение какое-то наполнение быть исполненным полноты да быть вот слово исполненные очень хорошее в этом смысле если оно очень тонко тоже может отражать в каких-то таком в поэтическом языке быть исполненным чего-то оно не очень точно здесь отражает но вот эта полность полнота исполнения она тоже присутствует это не просто наполнится а это еще как-то исполнится то есть наполнится и реализоваться этим вот так исполнен радости да можно форму довольно редкая но она может точнее отразить этот глагол да вот что-то в этом родина напитаться то есть исполнится вот это я изобилие исполненный изобилие то есть напитаться силы мощь изобилия духа так вот снова по словам тебя такого голосами того кто то радуется голосам того кто ищет реализации в материи духовную реализацию даровинам как как сокровище сокровище это как правило в ригведе это реализация в материи духовная реализация даровина имеет именно это значение того кто дает эту духовную реализацию мы ищем исполнение в себе те кто ищет этого исполнения тебя наполнение тобой в нас ну вот елизанка переводит чуть-чуть сложнее это все давайте еще раз прочитаем она может по-другому как-то прояснится тебя такого любящего песни песнями стремящегося к богатству удающие богатство мы хотим уважить мы склонные к уважению уважить тоже есть в нем этом уважение какая-то тяжесть тут Нелли подсказывает ты меня уважаешь такой русский вариант не уважаю что ты меня напонял не бери такой отход склонные склонные к уважению как видите мы понимаем когда изучаем такие гимны мы понимаем насколько язык это приблизительное явление да то есть все контексты слов заняты каким-то странным образом какое слово не скажи все время возникает ассоциации связи с другими словами другими смыслами и в этом смысле конечно переводить ведийские садские это почти невозможно мы все время пытаемся глубже проникнуть в эту этимологию чтобы увидеть контекст в котором Ириша использует эти слова ну вот следующий стих четвертый сабо дгисурих магава васупате васудаван юёдви асмат две шансци о властелин богатства васупате богатство податель васудаван пробудись правитцем бодхи сурих и владыкой сокровища магаван отрынь от нас все что враждебно и и и и переводят будь щедрым покровителем господином благ дающие блага отврати от нас враждебные провиски здесь опечаток ну давайте по словам сабо дгис пробудись сурих сурих этот корни сур светящий или там как переводить щедрый покровитель как правило сурих используется для указания на князей на волосы вот этот вот род правителей позже в послеведийский период поэтому так и переводится на многими учеными а шри юбиндо переводит пробудись правитцем то есть светоносным существом реализованным в нашем сознании пробудись правитцем реализованным в нашем сознании о податель богатств о властелин богатства супаты и владыкой сокровищ магаван пробудись в нас владыкой сокровищ и светоносным сознанием вот так интересно слово пробудись здесь то есть он где-то в нас спит да и вот он должен пробудиться в нас в этой форме светоносного сознания и владыкой сокровищ отрынь от нас все от нас асмад и отдели от нас две шансы все что враждебно две шанс это вот корни двиш ненавидеть и отсюда двиш это как враг ненавистник а сам корень двиш дви это раздвоитель да все что раздваивает все что делает создает противостояние противодействие духовному движению да это все является враждебным и неважно чем оно является по определению если оно сопротивляется значит оно враждебно возьмем следующий стих сано враждем анарванам ди вас пари сано ваджам анарванам сано сах сахасриних и шах для нас о агни небесный дождь вокруг нас для нас огонь богатство недвижное для нас огонь побуждение ведущие тысячи за собой ой елизаренко переводит дай вот в кавычках везде дай потому что здесь нету глагола дай нам дождь с неба дай нам беспортную награду дай нам тысячные жертвенные ус лады интересно что елизаренко решилась на жертвенные услады потому что в принципе сама идея жертвоприношения не воспринимается как радостной как сладкой или какой-либо наоборот как тяжелое нечто очень нежеланное трудноисполнимое здесь жертвенные услады она очень хорошо отражает ведийский подход к жертве это действительно жертвоприношение неисполнен нам этой радости потому что в нем как раз происходит завоевание духа завоевывает материю и как бы отпускает все ее сопротивление все ее несовершенство как будто бы развязывает узлы и ее болевые точки излечивает и так далее то есть сам процесс жертвенного преобразования оно всегда носит этот вот радостный характер в виде а вот позже в послеведийский период эта идея меняется и жертвоприношение становится трудным нежеланным чем-то таким чего мы не хотим делать но нужно если мы хотим чего-то добиться и так далее вот в абрамовских религиях начиная с иудаизма это жертвенный процесс всегда носит очень трудный характер это все с трудом дается или отсюда такой подход и к карме и к труду и труд это тоже само слово труд трудный а вот эти идеи здесь заключенные как раз труд и жертвоприношение это одно и то же движение но почему-то оно становится трудным а не радостным а вот здесь она сделает такую подсказку жертвенные услады что труд может быть благословением это не труд это не то что труд но это то что благословенно и радостно ну вот давайте по словам разберем санух санах врештим он нам дождь дивав спали вокруг дня дословно небесный дождь вокруг нас а это врештим дивах небо дождь он нам небо дождь вокруг он нам ваджам 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 еще бендо здесь говорит богатство недвижное анарванам то есть то или же свободное от всего мелкого или бесспорная награда переводит Елизаренкова ваджа иногда это награда тоже в соревнованиях таких в постсавидийский период в брахманической просьбе мы находим это слово в смысле приз в соревнованиях вот она переводит как награду ваджа ваджа переводит как изобилие очень часто ты наше изобилие которое невозможно оспорить или недвижное свободное от всего мелкого свободное от всего мелкого интересное подсказка такая free from all littleness то есть все что есть малого в нашем сознании что littleness это такая форма все что есть великое в нас да великое изобилие ты наше великое изобилие дождь небес ты для нас сга с ренихи шах тысячекратная поддержка и шах это вот это потоки сомы или потоки энергии которая поддерживает наше духовное существо ты для нас потоки тысячекратные потоки энергии которые взращивают тебя в нас вот здесь интересно что весь стиль не имеет глагола да просто идет именная форма ты есть дочь небес ты изобилие великое ты тысячекратные потоки и шах тоже можно перевести в этой потоки сомы потоки наслаждения бессмертия блаженства поэтому она переводит тысячи чекратные или тысячные жертвенные услады вот шестой стих и ланая а вас яви яви что дута но мира я джи что хоутар ага и увесник дута осила юнейшая переводит переводчик интересно слово нашел the youngest power осила юнейшая вы выдумал новое слово яви что приди по слову нашему к тому то есть по слову нашему ноги ра приди к тому кто устремлен к тебе ага илана а я илана это тот который ищет тебя с обожание я беру шри рубинда переводы и илата ила вот первый стих ригведа начинается огнем или я ищу огни с обожанием это способ переводить шри рубинда корень ил это собственно искать но не только искать но и радоваться и обожать и хотеть и устремляться ну и вот это все вместе искать с обожанием то есть для того кто ищет тебя с радостью для него который жаждет твоей защиты а вас ю кто ищет твоего твоей защиты или а вас тоже твоего возрастания внутри нас вот в этой мантре которую мы все время читаем для ригведы авату мам защити меня так вот это защити авату не обязательно защищать но наполнять изнутри то есть распространись во всем пространстве меня и когда это распространение происходит происходит защита потому что тогда нету ничего во мне кроме божественного и это защищает существо то есть защита это второстепенное как бы контекстуальное значение первое значение это роста то есть того кто ищет твоего роста кто ищет тебя с обожанием ой юнейший я вижу что самый юный посланник нашим словом о самый достойный жертвоприношения о жрец призывания отар приди наделенной силой для жертвоприношения так переводишь июнь 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 дичь наиболее жертвенный или наиболее достойный жертво приношение ну давайте еще раз все вместе как переводит Елизаренкова к тому кто призывает тебя ища поддержки о самый юный о вестник брени иноше песня о лучше всех жертвующий адар. Лучше всех жертвующий. Так она переводит ядиштха. А Шриубинта переводит strong for sacrifice. Наделенный силой для жертвоприношения. Ну вот слово все вместе. Для того, кто ищет тебя с обожанием, кто ищет твоего роста и распространения внутри себя, о самый юный посланник нашего слова или словом нашим, приди к нам, о жрец призывания адар, кто самый сильный в исполнении жертвоприношения. Собственно, Шриубинта говорит, что без Агни не было бы никакого жертвоприношения. Агни — это и есть само жертвоприношение. Само пламя, вот, само вот появление этого жара изнутри изнутри существа и есть уже указатель на то, что происходит трансформация, происходит жертвоприношение. Если нет огня, то и нет никакого жертвоприношения. То есть для всякой трансформации нужна энергия, нужен жар, нужна концентрация. Без этого не будет никакой концентрации. Невозможно каким-то духовным покоем трансформировать ничего. Духовный покой — это является лишь условием для начала трансформации. но не является его так сказать завершительной целью. Это лишь средство. А то так можно счастливо уснуть и больше не проснуться никогда в покое. Ну вот седьмой стих. Антаргия Агна Айасе Видвам Джанмобхая Каве Дуто Джанъевамитриях О огонь! О провидец! Каве Агне! Ты движешься внутри Антар Иясе обладая знанием обоих рождений. Джанмобхая Джанмобхая Видвам! Ты подобен посланцу Дуто Ива от дружественного народа или как дружественный вселенский вестник. Элизарь переводит Ты путешествуешь о Агне как знаток между обоими родами о поэт как вестник близкий племени дружелюбный. Ну вот по словам давайте прочитаем. Антар внутри же О Агне Агне Иясе движешься. Видван знающий Джанма обояковые знающий два оба рождения о поэт Ду Тоджан Евам и Триах как посланник как дружественный вселенский посланник или вестник. Здесь интересно наверное то что он знает оба два рождения движется внутри и знает оба рождения знает вид ван от корня вид находит реализует открывает эти два рождения. То есть что это за два рождения это тоже такая интересная идея наверное все-таки речь идет о рождении нашей природы нашего тела и нашей души то есть агни каким-то образом является представителем или знатоком этих двух рождений нашего инструмента природного и нашей души ведь агни собственно присутствует во всей природе во всех существах и с одной стороны он как бы поддерживает эту природу в ее поиске божественного а с другой стороны с глубины из самой внутренней сути он знает рождение самой души в этой природе отсюда и деление на древних и современных риши на брыгу барговас и на ангерас риши ригуриши открыли огонь во всех существах в природе что за всеми существами в природе за всеми предметами стоит огонь божественное рождение а ангерас и сделали из огня способ нахождения более глубинного существа то есть божественного они сконцентрировали огонь и продолжили это жертвоприношение девять месяцев и вышли в десятый месяц и таким образом нашли божественный мир огонь его собственный дом вот это то что сделали ангерас они превратили его в жертвоприношение то есть это наверное есть эти два рождения которые все время упоминаются в реквели что огне знают оба рождение ну вот восьмой стих и последний савидван ача пиприях якшичики тва анушак ачас мин сац и бар гэши приди вместе с сознанием своим осознательный огонь и наполни нас осуществи нерушимый порядок жертвоприношения займи свое место на священной траве нашего алтаря елизаренкова переводит как знаток настрой благожелательно богов богов в кавычках потому что здесь нет этого слова почти их жертвы по порядку внимательный и сядь на эту жертвенную солому солома это конечно деталь такая сельской местности ну да солома может возгореться как бы в этом смысле она имеет ввиду наверное ну вот по словам давайте прочитаем савидван а чампи приях знающий так сказать еще бы на говорит приди наполни это он вводит и приги наполни в один апри апиприях то есть так сказать реализуй наполни в нас знающий приди вместе со своим знанием осознательный огонь чекитва сознательный тот который все замечает все видит и наполни нас апиприях осуществи нерушимый порядок жертвоприношения якши жертвуй анушак соответственно или согласно порядку один за другим тоже здесь важен порядок жертвоприношения нельзя все сразу как бы трансформировать все должно было быть сделано в определенном порядке который агни сам знает как это делать что трансформировать в начале что потом что в конце мы этого порядка не знаем и знать не можем поэтому все преобразование нашей природы зависит от божественного они от нас мы этого делать не можем и не вправе в принципе многие из тех йогинов и из тех практик которые пытаются сами выстроить какую-то дисциплину преобразования нашей природы как правило делают это неверно здесь нету какого-то знания человеческого оно не может помочь никак это тоже относится наверное ко многим вещам то что мы говорим о идее что мы говорим о том что полезно что бесполезно что нужно что не нужно все это ментальные какие-то вещи шлюбин об этом тоже говорит что лучше вам этим не заниматься и как бы отдать это все в руки матери отбор того что полезно и бесполезно идет на каком-то совсем другом уровне и наше понимание этих вещей очень приблизительно это относится ко всему здоровью к формам сознания понимания и так далее то есть он знает как это сделать и в каком порядке он ритвик он который может трансформировать нашу природу согласно определенному времени он знает когда что-то готово что-то не готово для преобразования то есть вот это аннушак слово которое часто встречается согласно порядку жертву или преобразу нашу природу согласно знанию твоего порядка преобразования нашей природы а час минцаци бархиши и сядь на это жертвенное место приготовленное для тебя бархиш снова вот это вот солома или жертвенная трава от корня барых увеличивать или освобождать место они уже говорили не раз вот собственно весь гим давайте ка мы прочитаем его вместе и посмотрим как он о чем он нам скажет то есть я прочитаю санскрит санскрита сразу переведу то есть без перевода Шри Рубин то есть как есть по словам имамы агни самидам имам упасадам ваных о агни возрадуйся этому нашему восгоранию этому нашему приближению к тебе мы приближаемся к тебе как дрова как то что будет тебя питать в твоем горении возрадуйся этому нашему предложению которое тебя полностью воспламенит слушай внимательно наши призывы наш голос вслушайся в наш голос аяте агни видхема урджонапад ашвам иште ина суктена судя и этим гимном о прекрасно рожденный мы да принесем тебе хвалу или да установим тебя везде о сын силы о искатель витальной мощи или установитель витальной мощи там там твагер бьих гер ван асам дровина сьюм дровин удах сапарьем асапарьявах того тебя своими голосами о радующийся голосу о ищущей богатства о дарующий богатства тебя того дарующего богатства ищущего богатства радующегося голосам мы голосами да почтим или да исполним тебя в себе искатели твоего исполнения сабод гисурих да пробудешься ты в нас сознательным светом магаван и как обладатель богатств васупатэ о ты господин богатств васудаван о ты кто есть даватель датель богатств даритель богатств и йод ясмат две шанси отделит нас все что отделяет нас от божества сано врештим дивас пари потому что ты есть дочь небес сано ваджам анарванам ты есть изобилие великое сано сагас рених ишах ты есть тысячные потоки наслаждения элана я о вас я вы и для того кто ищет тебя с обожанием и кто хочет твоего роста в нем самом я вижу ты самый юный посланник нашими голосами нашим словом приди сюда о призыватель богов самый сильный жертвоприношений антархи агна и есэ потому что ты движешься внутри нас видван джанму аякаве знающий оба наших рождения о провидец дутах джан-Ева митриях как вселенский друг посланник небес это я добавил от тебя небес посланник нашей души сабидван аача пиприях ты знанием наполни нас якшичеки тва анушак и жертвуй здесь осознательный согласно своему знанию аачас минсатси баргеши сядь взаги на трон нашего существа ну вот такой вот гимн гая-3 не позволяет долгих описаний или каких-то указаний она может только исполнить прямую как стрела летящая прямо к цели задачу то есть указать на то что происходит на самом деле без лишних слов да друзья есть какие-то может быть у вас мысли мне удивительно что вы этим занимаетесь так уже долго потому что в принципе этот материал он сложный даже для санскритологов и среди санскритологов как правило никто не хочет этим заниматься все мои друзья которые умеют которые знают санскрит хорошо вот но никак их не затянуть в это дело потому что это очень сложная вещь очень сложная и глубинная она требует какого-то проникновения что ли какой-то готовности на вот это вот жертвоприношение и оказывается что таких людей не совсем много в этом мире которые готовы потратить какие-то полтора-два часа на такое исследование а наша группа как-то продолжает этим заниматься да кто-то включился да а вот вот так маленький вопрос чисто житейский простенький когда мы стремимся допустим ну там вот ну чуть божественного скажу одним словом да здесь мы не можем сказать что мы это сами вот наша только какой-то внутренний первый толчочек да то есть наша это только то что в сфере нашего тела вот ментального какого-то да а остальное идет работа сверху а вот это проявление вот в социуме проявление вовне вот здесь же все равно нужно какие-то стандарты где мы сами как бы выбираем что ну же мы не можем же в хаосе вот здесь жить да что вот как капнет на голову то я и буду делать вот нужно ли вот это тоже какой-то хаос нужно ли что-то в себе или надо как-то действовать каким-то стандартом вот который допустим тебе ну как бы по меркам по одежде вот твоему этому вот что-то такое понимаешь потому что иногда действует вот получается все хорошо вот в рамках вот все правильно все чувствуешь а потом млят и оказывается все как говорится разбито ну без трагедии конечно вот какой-то такой момент может быть что-то скажешь ну в смысле это давний вопрос кто делает йогу и собственно что происходит на самом деле конечно я думаю что в данный момент долгое время я думал по-другому а сейчас я думаю что все-таки йогу производит самой божественной массой все снаружи сопротивляется и противостоит ему иногда то что кажется что мы не сопротивляемся снаружи а делаем йогу снаружи мол да что мы ходим куда-нибудь в храм на медитацию еще что-то еще что-то все кажется что мы как бы помогаем а по существу мы мало что помогаем по существу это есть уже как бы в самом следствии того что йога производится внутри очень часто так бывает человек человек радуется тому что он пошел на него получилась медитация а по существу он был ведом к этой медитации изнутри и это и это есть правильное движение если же человек своим эго начинает делать эти все медитации молитвы своим эго требовать каких-то успехов дивиденды получить от божественного дай мне это дай мне то хочу быть царицей морской чтобы служила мне рынка золотая то конечно все это кончится именно у разбитого корыта и никуда не ведет а вот если есть такое чуткое отношение понимание потому что собственно самое божественное теперь производит эту трансформацию и ты должен ему не сопротивляться а как бы дать ему возможность это сделать то нам остается очень немного то есть нам нужно отсеивать все от себя от себя тяну то есть ту которая может потребовать чтобы служила мне рыбка золотая ну она вот это служила мне рыбка золотая нарастает его как бы изначально не очень видно сначала просится ну дай мне там корыта новая чтобы она не треснула ну что тебе стоит ты же там стерна обладаешь а корыта нужная в хозяйстве да конечно ну вот тебе корыта страшно и так далее то есть все когда эго захватывает позиции нашей йоги то мы превращаемся в нечто очень противостоящее божественным переменам то есть здесь это простая сказка ойбоке золотой рыбке она собственно очень хорошо раскрывает то куда может зайти наша йога с нашими эгоистическими желаниями улучшение нашего бытия но оставаясь эгоистическим существом то есть мы хотим улучшить его но остаться тем кем мы есть на самом деле без изменений то есть и вот здесь вот эта разница чуткость к тому что божественное производит работу и ему не нужно сопротивляться а дать возможность преобразовать нашу природу как оно хочет и как мы это видим и вот это улучшение нашего естественного бытия с помощью божественного это два разных способа я не знаю насколько я отвечаю на этот вопрос наверное я отвечаю на какой-то другой вопрос в котором собственно все ответы уже как бы находят себя но вот эта чувствительность того что божественное производит у нас все перемены а не мы это делаем это это тоже можно в эгоистическую какую-то картину очень многие люди читают да это не я это само божественное через меня не слышно я все говорю ничего не слышно володя очень сильное эхо у тебя ой я извиняюсь это потому что я выключил эту вот вещь и кстати если вы если ты Сережа записывал я буду включить запись пожалуйста потом вышли да конечно обязательно спасибо я извиняюсь что я так с эхом потому что я хотел чтобы Нелли слышала вопросы отключил эту штуку и а сейчас лучше без эха сейчас отлично ну вот мы нашли новые значения о рыбаке и золотой рыбке этой сказке великолепная сказка правда здесь нету ничего о божественном как бы но кроме самой золотой рыбки вот она и есть божественная сначала это попросил потом это и это вот эго раздувается нарастает вот какая ложная йога может происходить а если йога базируется на том что сама рыбка вот в первый раз как старик отпустил ее каждый раз он ее отпускал но есть у него и старуха где-то живет в нем самого у которой есть свои задачи своя какая-то природа наша да старик это честно говоря душа которые ничего от божественного не надо кроме ее свободы само вот само сознание что божественное есть уже достаточно для души это все награды которые она может получить уже в этом самом сознании конечно старуха у нее свои задачи терем там и так далее корыто много чего нужно успеть в жизни старуха а старуха низшая виталь это такая же это природа наша природа то есть это не только низшая витальная это и физическое витальное и ментальное существо это весь набор вся природа в принципе она вправе требовать перемен и вот она и требует и кстати и рыбка даже дает ну до одного момента то есть пока она сама не потребовала стать хозяйкой божественной здесь такая многоплановая сказка какая-то получается хорошо есть еще что где по полоте знаешь мне удивило две вещи во первых то что мы себя сравниваем с дровами которые предлагаем как вот шерсть для огни и вторая вещь то что говорится про сокровища духовные они ну таровина да называются на на скрите и как созвучно с дровами тарусском ну вот и как тут это все накладывается и такой вот интересный смысл получается да да вообще дровина это очень какая-то тайная понимание то есть я никто не может разобраться с этим словом очень много интерпретаций например есть целый стих то есть он наш отец изначально спрятал предыдущие века и открыл нам последующие века то есть он скрыл предыдущие что происходило перед этим и открыл только будущее то есть мы не знаем о прошлом ничего он ищущий своим так сказать желанием или надеждой вот эту реализацию в материи богатства дровинам и чхаманах пратхамачхат скрыл первый аваран последующие поколения вошел он вошел последующие поколения скрыл первый вот это искать желать дровина дровина вот это как раз будет вот это богатство как реализация духа в материи то есть о духотворении материи о духотворении природы вот какая наша задача и здесь как раз агния является тем кто ищет эту дровину воплощение то есть реализацию в материи и дарует ее то есть он есть и способ и цель этой реализации да то что ты говоришь что есть этот самый дрова который мы предлагаем ему мы есть пища для его возрастания способ его роста инструмент его реализации то это так кстати в инициации когда мальчик подходит к учителю для того чтобы тот его научил ведом и когда у него начинается пир дед брахмачари то есть он становится учеником и 25 лет будет изучать веды с учителем в его доме то он приближается к нему с дровами в руках с дровами в руках как символом самого себя предложение себя для возгорания тогда они зажигают эти дрова и посвящают его то есть он принес себя для божественной трансформации такой символ красивый ну хорошо друзья тогда если а я вот хотела заметить что вот этот сам гейм вот это гайдри он наполнил такой силой такой мощью видимо уже надо быть уже в этом состоянии жертвоприношения может быть даже не один год чтобы такое излить в пространство у меня вот такое ощущение да интересно что ты так видишь я тоже чувствую что гайдри именно не позволяет какого-то каких-то излишеств и идет прямо к цели как стрела летящая к цели там идет полная концентрация то есть действительно на самом самом важном и она каким-то образом действительно может достичь цели если если ей дать эту возможность в себе да кстати раньше часто когда я читал гайдри я чувствовал недостаточность для того чтобы ухватить мысли чтобы ухватить концепт чтобы поднять о чем идет речь очень все как-то кратко изложено и всегда мне не хватало добавочного материала а сейчас я уже могу как-то увидеть и оценить этот способ краткости минимализма в подходе потому что он тоже работает очень мощно божественно и и так и считается что гайдри это самая продуктивная самая мощная форма то есть стихотворная которая работает напрямую как бы оно штук три штук джагод и они конечно все тоже есть и очень тоже важны но у них какой-то другой другой ход что ли нужно будет почитать символизмы этих метрических форм где-то они описаны и дается им какое-то обозначение я сейчас не помню точно что они обозначают но в принципе наверное где-то они будут как раз пытаться отразить эту идею которую мы говорим сейчас мне тоже очень нравится сейчас уже эта краткость и ясность такая прямая ясность без без дополнительных каких-то идей но это из-за того что мы уже как бы пошли в материал у нас уже появилось достаточно вот материала набора чтобы мы могли увидеть это эту вещь а если его не хватает то увидеть это очень сложно конечно у бинда есть тоже своя мантра своя гайя-три мантра и она там многие пытаются объяснить что он добавил потому что есть гайя-три мантра вот то что мы называем гайя-три мантра взято из собственно из гимна вишвамитры последнего гимна его мандалы и она там одна из строк то есть ничего особенного как бы она не выделена в особый статус просто является строкой гимна последнего заключительного в его мандале а потом она была выделена брахманизмом уже после индийский период для инициации брахманов в брахмачарь то есть это та мантра которая на ухо шепчет ему учитель когда зажигает огонь он ему дает посвящение через эту мантру и эта мантра настолько становится важной для брахманической жизни что все брахманы каждый день утром там в 4 или 5 часов утра произносят эту мантру ежедневно то есть все вот эти миллионы брахманов сотни поколений людей каждое утро произносят гая три мантру конечно она имеет какую-то силу и особый статус Шеребенда сделал из нее то есть свое у каждого как бы у многих есть свои гая три мантры даже всякие там у бабы есть своя гая три мантра все они как бы пытались каким-то образом выразить себя через гая три у Шеребенда есть своя и в нем появляется интересное изменение то есть если в гая три мантры там было варенье самое желанное то у него появляется варам руп самая как бы чистая форма самая желанная форма слова и мы думаем или концентрируемся на свете высшего а не а на свете бога савитара то есть на свете трансцендентальном мы концентрируемся тот кто освещает наши концентрации кто нас кто отсветит своей истины то есть мы концентрируемся на высшем свете запредельном свете трансцендентальном свете кто который должен нас осветить то есть у него переход на свет а там было с самим богом советом который будет нас как бы давать нам возможность развиваться то здесь уже сам свет должен не зайти а вот это нисхождение света это то что Шеробинда изменил гайетри мантри и понятно почему потому что его вся йога базируется на этом на нисхождении света во все проводники света в нашей адгаре но это все гайетри потом оно становится как бы таким словом важным гайетри под гайетри уже понимает именно эту мантру вот это а по существу гайетри это метрическая форма эту гайетри мантру еще называют савитри это название как раз савитри это есть та самая богиня то есть она представляет савитара своего отца она его дочь это дочь бога савитара это добавлено гораздо позже этого нету в ригведе это уже символическое мышление бху 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 это вот как раз этот мир мир между этим и тем миром и тот мир небо земля и пространство между небами земля да ну хорошо друзья тогда что мы возьмем в следующий раз следующий гимн ну все тогда всего доброго сегодня я заканчиваю мантры ом sarve bhavantu sukhinaha sarve santu niramaya sarve bhadrani pasyantu makaschit dukh bhavet ом shanty 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 всего доброго тогда до свидания спасибо молоденько на одну секундочку до свидания